Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления о публикациях, если еще не сделали этого. В видео поговорим, как быстро исправить вниз растущие ногти. Ногтям свойственно скручивания. Например, вспомните ногти из книги рекордов Гиннеса. Просто у некоторых это более очевидно и особенно заметно на длинных ногтях. Самый простой способ визуально исправить такие ногти, это убрать длину. Но как же быть любителем длинных ногтей? Я предлагаю выполнить коррекцию с поднятием клюнувшего кончика. Для этого идеальным материалом будет акригель. Он не будет растекаться как гель, быстро сохнет как акрил и не будет сжечь при толстом нанесении. Акригель будем использовать в тандеме с верхними формами. Они позволят нам сократить время и сэкономить материал. Давайте посмотрим на ноготки моей модели. Они очень сильно растут вниз, она сильно мучается, не может найти себе мастера. И наша задача сегодня исправить этот, так сказать, недостаток. И его исправлять мы будем при помощи акригеля и верхней формы. Это позволит нам сэкономить материал и сделать это максимально быстро. Давайте приступать. На указательном мы можем увидеть, что очень много клея, так как ногти растут вниз. Была большая нагрузка на свободный край и он отходил. И моя модель ходила в салоны, где его просто заклеивали клеем и предлагали так ходить дальше. Конечно, мы сейчас будем убирать все остатки клея, его оставлять нельзя. Для начала необходимо удалить часть старого материала. Со свободного края много не снимаю, так как мне все равно придется его потом впоследствии выпиливать изнутри. Для того, чтобы убрать воздушный карман, я истончаю покрытие. И вот такими движениями подсекаю отслойку, чтобы она отпала. Остатки клея убираю пилочкой с мягким абразивом. Обязательно информируйте своих клиентов, чтобы они с клеем долго не ходили. Нам повезло в нашем случае, ноготь не поменял свой цвет. Он остался розовеньким, натуральным. А если долго с клеем ходить, то под него может попасть влага и впоследствии ноготь может позеленеть, изменить свой цвет. Называется это псевдомония. А этот ноготок у нас треснул с двух сторон. Так как кончик был очень тяжелым и буквально от малейшего удара происходят такие сломы. После снятия выполним маникюр. Раскрываю кармашек апельсиновой палочкой. Приподнимаю кутикулу фрезой пламя с красной насечкой. Раскрываю кармашек апельсиновой палочкой. Отросший натуральный ноготь запилю пилкой с мягким абразивом. Для того, чтобы впоследствии не повредить кутикулу. Выполняю срез ножничками. После среза обезжириваю ноготки и наношу праймер для лучшей сцепки. Перед тем, как выполнять коррекцию верхними формами, я наношу пластичную базу для гель-лака. Для выполнения коррекции я выбрала акрегель марки гель-лактик. Мне он нравится тем, что он мелкозернистый и хорошо просыхает в лампе. Это важный показатель, так как слой у нас будет достаточно объемный. Верхние формы выбираю с небольшим изгибом. Совсем небольшая арочка. Если бы изгиб был большой, то ногти также бы смотрели вниз. А в нашем случае изгиб небольшой. Подбираю нужный размер верхней формы, смотрю, чтобы боковые стенки были закрыты. Если форма мешает мне в области кутикулы, то я могу ее подрезать при помощи ножничек. Но указательно подходит форма, в моем случае с безымянного пальца. Они универсальные, поэтому буду использовать одну формочку на несколько ногтей. В данном наборе самая большая форма уже, чем ноготь, поэтому мне нужно подобрать форму из другого набора. Для разравнивания буду использовать специальную жидкость от OnIQ. Начнем с указательного. Сейчас в форму я выдавливаю шарик акригеля и распределяю его кистью. Выкладываю материал, как обычно, тонко у кутикулы. Оставляю материал на боковых стеночках обязательно. И свободный край тоненький. Основная масса материала у меня на стрессовой зоне. Сразу формирую нужную мне форму. В моем случае это миндаль. Прикладываю форму. Сильно вниз ее не опускаю. Выдавливаю материал у кутикулы. Смотрю на боковые стороны. И теперь тот материал, который вылез у кутикулы, я разровняю кистью. Это позволит мне сделать плавный переход к кутикуле и положить материал максимально близко. Смотрю, чтобы от точки ногтевого роста была прямая линия. Если материала не хватает, вы можете взять небольшой шарик акрегеля и доложить его в боковые стенки. Не стоит пугаться, что так сильно виден отросший ноготь. Мы его с вами потом удалим при помощи трудосплавной насадки. Перед постановкой в лампу убеждаюсь, что у меня нет воздушных пузырей. Форма прижата плотно. И отправляю на просушку в лампу на одну минуту. Для того, чтобы материал лучше просох, мы отправляем в лампу еще раз руку в перевернутом состоянии, но уже на 30 секунд. Снимаем формочку. Вот что у нас получилось при виде сбоку. Продолжение следует... Важно, когда прикладываю форму, я ее размещаю правильно относительно центральной оси. То есть, если пальчик смотрит в сторону, я оставлю формочку ровно. И вот эти все излишки я убираю на боковые стеночки. Продолжение следует... Мы закончили с выкладкой, теперь я снимаю липкий слой. На самом деле, его практически нет в тех местах, где были верхние формы. И снимаю липкий слой с внутренней стороны. Сейчас мы выполним опил. Опил у кутикулы буду производить аппаратом, а также выпилю натуральный ноготь изнутри при помощи твердосплавной фрезы. Насадку убираю основную толщину материала, а более детально буду дорабатывать уже после аппила. Придаю форму, у нас будет миндаль. Опиливаю боковые стенки. Подравниваю кончик. Завожу пилку под ноготок и вывожу ровную параллель. Около кутикул еще пройдусь пилкой для того, чтобы сгладить переход. И для того, чтобы визуально сузить кончик, я опиливаю боковые стенки. И теперь полностью убираю натуральный ноготь. Делаю изнаночную сторону ровной. Я выбрала топ с матовым эффектом, для того, чтобы глянец сильно не бросался в глаза. Мы с моделью решили не выполнять никакой дизайн, покрытие цветом. Мне нравятся натуральные ноготки, поэтому сейчас покрываю ногти топом без липкого слоя. Безусловно, такая сложная коррекция ногтей будет по стоимости выше, чем просто маникюр с покрытием. Но поверьте, ваши клиенты на это согласятся без проблем. И когда найдут вас, мастера, который может исправить их проблему, уже не заменит вас ни на кого другого. Смотрите, что у нас получилось. По-моему, преображение просто тотальное. Пишите в комментариях, если вы сталкивались с такими ногтями. И ставьте пальчики вверх, если вам понравился такой способ коррекции. Желаю всем успеха в работе. Пока-пока!